Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите и поддерживаете канал лайками и комментариями. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. В этом видео я расскажу про всеукраинский слет коллекционеров в Харькове 17 августа. Я подарю 20 бесплатных входных билетов для моих подписчиков. Как их получить, информация будет дальше в видео. Просто смотрите и поделитесь видео с тем, кому тема коллекционирования интересна. Покажу вам новую книгу про бумажные деньги Украины. Само появление этого каталога увеличит интерес к теме бумажных денег и повлияет на цены на рынке. Ну что, поехали? 17 августа в субботу в Харькове на арт-заводе «Механика» состоится всеукраинский слет коллекционеров с 8 утра до часу дня. Входной билет стоит 50 гривен, но в конце видео я расскажу, как получить бесплатный пригласительный от моего канала. На слете будет выставка-экспозиция монет, антиквариата, значков, наград, старинных предметов, статуэток, посуды, много всего другого. Очень советую посетить этот слет и довольно интересное антуражное место. Ну что, давайте перейдем к каталогу. Вот доехала ко мне, наконец-то, со второй попытки книга. Ну что сказать, новая почта отправляет, как ты впервые с тобой вижу, конечно, не очень. К каталог Максима Загреба и Сергея Яценко. Очень я ее ждал. Конечно, моя основная тема – это не банистика, а просто монеты. Ну, коллекция Бон у меня есть, я показывал. Вот от самых, можно сказать, таких первых пробных, да, которые у нас были. Те, которые с 92-го года были напечатаны. Вот, и по сегодняшний день, которые сейчас у нас используются, даже вот такие вот экземпляры, которые не являются деньгами, больше сувениры, но очень интересно сделаны. Есть у меня карбованцы и 1000 гривен, которые мы разыграем. Тому, кто напишет самый забавный анекдот или шутку про деньги, я подарю ее с бесплатной доставкой. Так что пишите комментарии. Я выберу анекдот и опубликую его в сообществе во вкладке. Собственно, в этой книге можно посмотреть 2019 год, книжка. Что мы можем видеть? Здесь есть разные разделы. И, соответственно, по разделам можно знакомиться с этой книгой. Плюс, когда ты обладаешь бумажной версией книги, это, конечно, качество прорисовки всех картинок, точнее прорисовки, точнее их печати. И это, скорее всего, все-все-все картинки – это фотографии оригинальных банкнот. Нужно было бы встречаться с владельцами, поросить их отфотографировать, отсканировать. Но я думаю, это даже не сканирование, это фотографии. И, конечно, тут мы видим очень-очень разные гляньте в разлицетовой гамме. По годам можно, собственно, осмотреть, он как прямо, гляньте, какой вот по направлениям. По направлениям можно двигаться и смотреть нужное вам направление. Вот так вот с легкостью его находить. Давайте попробуем найти вот, собственно, вот эту вот банкноту 1000 гривен 1918 года. Посмотреть, что о ней есть. Она у нас должна быть в начале. Становление державности. 79-я страница. Вот эти, кстати, которые переделаны были под сувениры. Довольно тоже очень красиво. Я хочу себе обе банкнотки. Так что, если у кого есть, присылайте. Готов приобрести у вас. И, возможно, как раз вашу банкноту покажу на обзоре. И вот данная конкретно банкнота. Она по стоимости в хорошем состоянии стоит 250 гривен. Чуть дальше у нас идет 1200. Ну, в Uncirculated. В прессовом состоянии вообще 4500. Здесь, я думаю, довольно хорошее состояние конкретно этой банкноты. Указаны размеры данной банкноты. Описание Аверса-Риверса. Серия даже указана. Существует даже пробный вариант-зразок. Вот это, конечно, очень интересно, где такую банкноту можно найти. Две односторонние половинки. Вот так вот существует. Это возрастка. Что еще можно сказать про эту книгу? Во-первых, я думаю, цена на банкноты, боны будет стремительно расти в Украине. Потому что появляются каталоги, которые позволяют более подробно узнавать, более подробно свои коллекции наполнять. Тема становится более популярной, больше становится продавцов, которые начинают продавать, находить то, что у них где-то, возможно, валялось в книгах, на дачах, на чердаках. И захотят это продать, выставить на аукцион. И как раз вот эта вот популярность и популяризация за счет вот таких вот книг увеличит интерес к банистике. И я думаю, интерес к банистике также повлечет за собой рост на банкноты. Конечно, в первую очередь на банкноты в хорошем состоянии. В состоянии пресса и так спрос, я думаю, есть на конкретные банкноты. Ну, просто сейчас люди могут уже познакомиться конкретно с этими банкнотами, которые они в жизни и не видели никогда. И не факт, что такие даже коллекции в Харьковском музее, например, я был. Такой обширной коллекции, как здесь представлено, даже в музее невозможно посмотреть. Вот так, ну что, давайте покажу, что у меня по коллекции есть. Вот на самом деле, вот такая у меня небольшая коллекция БОН. Я дополняю ее какими-то еще марками, связанными с нашей украинской валютой. Или посвященной, например, тематике. Вот у меня есть монета, связанная со столетием пожарного транспорта в Украине. Такая вот есть марочка. И вот, соответственно, и в Азовске есть монеты. Я вот дополняю коллекцию к некоторым монетам, беру марки. Это такое, как хобби. Вот так у нас мы видим заразок, презентационная банкнота. В принципе, у меня обзор этого альбома полноценного есть на канале. Можете посмотреть. Правда, давненько я снимал уже его. Но все равно он есть. Сейчас потихоньку я наполняю разными подписями. И, в принципе, даже уже у меня есть, я заменяю в хорошем состоянии. Вот такие вот банкноты, например, Матвиенко. В более лучшем, в прессе стараюсь заменять свои банкноты. То есть, в целом, я понимаю, что важно иметь в коллекции, если вы собираете именно боны, важно иметь, конечно, хорошее прессовое состояние. То есть, всегда приятно, когда ты можешь найти какую-то банкноту, встретить из оборота. Но в коллекцию я бы все-таки добавлял банкноты, которые в прессовом состоянии. Давайте посмотрим. Сейчас очень много и каналов нумизматических появилось, которые в этой теме развиваются. Это здорово, потому что тематика будет пульсироваться, развиваться. У меня больших номиналов я пока не вкладывал. 500 гривен, 1000 гривен, я думаю, я не буду вкладывать, как пока мы в коллекцию. Разве что, если супер какой-то раритетный номер или зразок ко мне попадет. Ну что, друзья, вот такая распаковка книжки. Я думаю, я буду периодически ее показывать в своих роликах и более конкретно рассказывать про какие-то банкноты или даже показывать их цены в данном каталоге. Спасибо всем, кто подписался. Если вам эта тема интересна, интересно, хотите такую книжечку приобрести. Контакты будут в описании. Обязательно приобретайте и развивайтесь. И по поводу бесплатных билетов. Для того, чтобы попасть в список гостей, просто поддержите видео лайком и оставьте заявку по ссылке в описании. Первые 20 человек попадут в список гостей. Информация будет во вкладке сообщества. А если вы хотите получать новости нумизматики и информацию о следующих слетах и дисконты, заполните другую форму. Я буду присылать вам информацию в будущем. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok